Часто бывают случаи, когда нам нужно обеспечить работу охранной системы там, где нет электричества. Это может быть строящийся объект, вам может быть нужно охранять помещение в хром-зоне. Но так или иначе, при установке охранной системы мы сталкиваемся с необходимостью подключить ее к сети питания. А не везде эта сеть питания есть. Но знаете что? У меня есть решение для этой задачи. Вы на канале Секурьей, меня зовут Андрей Евдокимов. Приятного и интересного просмотра. Сегодня речь пойдет о системе Аякс и ее полноценной работе с таким девайсом, как Искра Alkaline Battery Compact. Эта 6-ти вольтовая батарея позволит нам построить свою охранную систему там, где нет легкого соединения с электричеством. Производитель этих батарей Искра заметный игрок и один из лидеров на европейском рынке. А данная модель имеет небольшие габариты 12х24х22 см, весит 11 кг, имеет емкость 960 Ач и низкую скорость саморазряда. Представим, что нам нужно обеспечить охрану на территории, где мы собираемся построить дом. Но пока что туда не подведены электрические сети. В таком случае нам идеально подойдет беспроводная система от Аякс. У Аякса только централь, простыми словами сердце и мозг нашей системы, требуют подключения к электросети. А все остальные девайсы будут работать от встроенных в них батареек. Вот выполнение задачи подать питание к централи, как раз и возьмет на себя Искра. Комбо Аякса и Искры позволит защитить недостроенные жилые здания от сквоттеров, уберечь инструменты и материалы на строящихся объектов, защитить пустующие промышленные объекты от вандалов. На практике время автономной работы HUB2 и HUB2 Plus от 6-ти вольтовой батареи через специальную плату Аякс 6 Вольт PSU. Вот она у меня на столе. Это плата блока питания для подключения к низковольтному источнику. В общем, это время зависит от многих параметров, таких как стабильность работы интернета и мобильной связи, количество активных модулей связи, емкости батареи, ее ток саморазряда, температура окружающей среды, период опроса HUB сервер. Также на время автономной работы влияет количество устройств, подключенных к HUB2 и настройки протокола Javeler, но влияют они незначительно. В общем, нюансов и факторов достаточно много, поэтому для удобного расчета мы оставим под видео ссылочку на калькулятор времени автономной работы центральной Аякс от портативных батарей. Пользуйтесь! Но с вас лайк! В качестве примера приведу такой кейс. Мы подключаем HUB к Искре, подключаем к HUB 4 датчика, температура окружающей среды 25 градусов Цельсия, и вот в такой конфигурации, при работе только по мобильному интернету, срок жизни HUB2 составит почти 19 месяцев, больше чем полтора года, и HUB2 Plus 12 месяцев в год. Шаг 1. Подключаем к HUB плату питания от низковольтного источника AJAX 6V PSU. Для этого нам нужно 1. Открутить 4 винта на внешней панели корпуса HUB. Снимаем фронтальную панель и получаем доступ к платам, установленным внутри корпуса. Штатную плату блока питания, она меньше из двух по размерам, отключаем от основной, большей платы. Для этого выкручиваем 4 винта и отсоединяем плату от 4-пинового клеммника. На место изъятой платы ставим плату AJAX 6V PSU. И совершаем действие в обратном порядке. Крепим плату к 4-пиновому клеммнику, закручиваем 4 винта фиксирующих плату, подсоединяем внешнюю пластиковую панель корпуса и закручиваем 4 крепежных винта на внешней панели HUB. Шаг 2. Подсоединяем две жилы выходящего из батареи искропровода к клеммам разъема PAPA, который входит в комплект платы AJAX 6V PSU. Шаг 3. Подсоединяем клеммник PAPA, которым мы оконечили провод батареи, к разъему питания мама на хабе. И шаг 4. Снимаем с батареи защитные пленки, чтобы в ней началась химическая реакция. После этого батарея работает и питание на хаб подано. В целом, делаем вывод, что комбинация AJAX и Искры это шикарнейший вариант для охраны объекта от нежеланных гостей даже там, где у хаба нет доступа к внешнему питанию. Надеюсь, видео было интересным и полезным для вас. А для того, чтобы быть с нами на связи всегда и не пропускать самые важные новинки и новости из мира систем безопасности, подписывайтесь на канал. Спасибо за лайк, который вы поставили нам раньше. С вас еще колокольчик. И комментарии, если остались какие-то вопросы. С вами был Андрей Евдокимов. До новых встреч. Пока.